Всем привет! И вот снова приступаем к распаковкам. Всех поздравляю с наступившим 2020 годом. Эта распаковка, так скажем, привет из прошлого года. В общем, задержалась я с этой распаковкой немножко. Ну ладно, начнем год с нее. Так, да, по китайскому календарю Новый год наступит 25 января. Так что у нас еще не все потеряно. Так, в общем, заказала я 5 новинок Бонпретти новогодних. Продавец разделил посылку на 2 части. В первой части мне пришло вот эти 3 пластинки. 2 маленьких и большая. Так, 2 больших и 1 маленькая. Наоборот. Я думала, что не придет мне вторая часть посылки, потому что девочки в группе писали, что им продавец так же разделил, и вторая часть не дошла. И, в общем, вторая половина этого заказа мне дошла через пару дней. Так, следующий. Заказала вот такие вводные наклейки, слайдеры. Том и Джерри. Также я думала, что мне сделать на год мыши. Думала Том и Джерри, потому что больше мышей я не нашла на тот момент. И заказала вот таких вот кошечек. Кошечки на самоклеящейся основе. Есть как крупные, так и маленькие. Классные. По эффекту они напоминают что-то ближе к акварели. Они такие вот, только на белый фон. Так, далее. Мне пришли крупные стразы разного размера. Заказала я 6 штук. Все разные, все крупные. У продавца представлено, наверное, больше 10 видов. Здесь комплект идет 10 штучек. И каждые стразы стоили что-то в районе 20 рублей. И плюс на каждые стразы была доставка платная. Около 14 рублей. На вид стразы стеклянные. Вроде и блестят, но из мешочка, когда достают, такое ощущение, что они какие-то поцарапанные, что ли. Вроде и блестят, но в то же время, как будто уже их неделю, наверное, поносили. Грубо говоря. Ну, что-то с ними не так. Сразу чувствуется, что дешевые. Так, далее. Заказала первые пластины Picked U. Заказала сразу новогодние. Вот такой вот. Это была новинка, вроде как зимний у них. Круглый диск и квадратная пластина. Также мне здесь понравился Санта Клаус с кружкой пива. Кстати, классная задумка. Интересная. Можете пройти по ссылке у продавца. Посмотреть, как она, этот оттиск, сделать в реверсивном стемпинге. Классная, но крупная. Повторюсь сразу, эту картинку лепить на два ногти. Так, далее. Заказала еще у другого продавца, Тома и Джерри. Попались такие же повторные, как и первые. И отдельно головы. А у этих уже печать поярче. Но, опять же, здесь только надписи и крупные головы. Так, приступим к следующей посылке. Также пластины пришли Пик Тью. Заказывала я их с двух разных магазинов. Там один какой-то номер один и номер два, в общем, магазины. Это вот как раз из первого, из официального, как я поняла, магазина. Заказала вот такие вот осенние листочки. У них большинство рисунков просто скопированы с Николь Дайри, Бон Претти в основном. И что-то есть свое, конечно. Ну, вот это вот все понимают, что это Бон Претти. Николь Дайри первые выпустили Биг Бенги. Следом выпустили такую же пластинку квадратную. И вот Пик Тью не отстали от них. Элементы крупные, на маленькие ноготочки не очень подойдет, не будет считаться рисунок. Так, далее. Это была новинка новогодняя. Такая пластинка вышла первая у КАЦ. Там у них есть также из линий сделаты рисунки. Я ее хотела заказать, но, к сожалению, не заказала. На 11.11 стоила она там 128 рублей, по-моему. Или 178, если это была новинка. Они были по 178 рублей. Потом они на новогоднюю распродажу их сделали по 128. Здесь есть послойные рисунки. Вот здесь, кстати, есть оригинальные рисунки. И есть также вот елочка из вензелей. И она у меня есть на пластине XY, по-моему. На такой фиговенькой пластинке, так скажем, дешевой. Так, далее. Я заказала еще из старой коллекции. Это, по-моему, прошлогодние, новогодние. Пункт Претти. Квадратные диски. Квадратные пластинки маленького размера. Рисунки некрупные. Подойдут на средние и короткие длины ногти. Стоилы ли они каждые по 32 рубля. Вот здесь гравировка тоненькая, неглубокая. Но печатается неплохо. Решила, что у меня их нету. Надо заказать, потому что пластинки периодически пропадают. Кстати, вот насчет новинок. Которые 5 штук они выпустили. Их очень быстро разобрали в течение суток. И многие искали ссылки на эти оставшиеся пластины. Но нигде найти их теперь не могут. Пока не отпечатают новую партию. Так, далее. Мне пришла новинка катсов. Это зимняя новинка их была. Что-то мне понравилось. Как у продавца было представлено на фотографии. Модель сделата. Но в реальности я что-то с ней ничего не могу даже сообразить. Что с ней сделать. Хотела сделать морозные узоры. Но что-то у меня пошло не так. Так, это у меня вторая половина первой посылки. Это продолжение новинок. Здесь классная белочка. Домик классный. Новогодние шапочки. Кстати, где-то я их уже видела. Такие шапочки на пластинах. Уже не помню на каких. И вот здесь. Так, это круглый, по-моему, должен быть диск. Нет, квадратный. Вот этот оригинальный пластинка. Но кое-где схожи на пластины. Точнее, круглые диски. The Joy. Где, по-моему, Космос был у них отпечатан. Так, и далее. Пластины App Read Go. Пластины GR. Были на тот момент новинки. Я заказала механизмы часовые. И новогодняя новинка. Здесь, соответственно, мыши. Были классные мышки. И надписи 2020 стилизованы тоже мышами. И да, заказала вот таких Дедов Морозов слайдеры. Также водные на белый фон. По-другому их, наверное, не закрепить. Откровенно говоря, мне еще не доводилось с ними сталкиваться. Потому что я не тестировала предыдущие, которые мне приходили. Так как у нас погоны нету. Вот, кстати, еще у третьего продавца я заказала. Тома и Джерри. Так как у нас погоды в декабре не было особой. Настроения зимнего не было. В общем, новогоднего дизайна у меня и не было толком. Так, далее заказала у катцев зажим пластмассовый. У меня есть металлический. Они очень больно зажимают кожу. Невозможно терпеть. С пластмассовым зажимом все полегче. Он удобен. У меня не лопнул. Цвет там рандом. Стоил он что-то в районе 20 рублей. У продавца есть наборы из 5 штук. Ну, мне 5 штук не надо. Я делаю до себя. Оттягиваю боковые валики. И, в общем, ни одного хватило. И заказала также новинку новогоднюю. Здесь также есть послойный стемпинг. Так, и далее еще сюда же вставила 3 посылки. Это у меня наклейки на самоклеящейся основе. Вот такие вот яичницы. Очень милые и классные. Стоили они недорого. По-моему, рублей за 14. Данная распаковка включена уже после Нового года. 5 января, когда я села. Протестировала, наконец-то, все пластинки. Так, пришла мне кисточка. Оке... В общем, поняли. Популярные кисточки на Алиэкспрессе стали. Это у меня 7 миллиметров для вензелей. Все, ищу кисточку, которая мне будет удобна. И решила попробовать вот эту. Как я ее протестирую, я вам ее расскажу. В конце видео я вам ее сравню с кистью от Билей. Так, и еще 3 наклейки. Такие вот жирафы. Это я знаю, что есть мастер маникюра, который от руки рисовал эти дизайны. Так же, как и снегири, ежики. И китайцы быстренько все это сделали в наклейке. Вот эти, кстати, ежики. Те самые с ромашками. И еще снегири. С которыми я уже делала себе дизайн ногтей. Не только я одна. Очень многим они понравились. Так, ну и приступим к тестированию всех дисков и пластин. По качеству меня ни одна не разочаровала. Все отлично, все печатается. По размеру вот это вот можно сделать под кутикулу. Как лунный маникюр приспособить, попробовать. В принципе, подойдет на любую длину ногтей. Потому что она, данные рисунки должны быть как висюльки, как украшение. Так что здесь длина ногтя не играет значения. Потому что рисунки небольшие сами по себе. И уместятся на любую ногтевую пластину. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 ДимaTorzok. ДимаTorzok. 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 Вот так выглядят все рисунки из данных пластин. С данной распаковки. На некоторых пластинах, не печатались шиммерные лаки, все остальные печатались спокойно все нормально вот посмотрите на размер рисунка с моим ногтем ногтевая пластина у меня в данный момент примерно 2 сантиметра в длину и вот так тут выглядят все оттиски на типсах еще раз повторюсь что мне здесь очень нравится белочка домик очень классный и вот кстати говоря комплект от белей который стоил 400 с чем-то рублей страйпер повому и вензель кисточка называется вот смотрите сравнивайте мне кажется оких и тоньше и длиннее ворс выглядит до новых видео пока пока